Молодежно-музыкальный проект «Город света» уже в девятый раз собирает огромную аудиторию. В этом году акцент сделали исключительно на музыку, и это оценили все присутствующие. В принципе, да, концерт хороший, но из популярных таких артистов раньше было их больше. Очень мероприятие интересное, я на нем в первый раз, и мне очень нравится, здесь очень такая хорошая атмосфера. Мы здесь завели уже новых знакомств около десяти, то есть довольно неплохое мероприятие, мне нравится. В этом году было лучше, чем в прошлых годах здесь, потому что как-то даже больше народа подтянулось сюда. Надеюсь, что в следующем году будет еще лучше, и с каждым годом будет улучшать этот большой праздник. Очень весело, правда, заходишь сюда с ребенком, и просто реально глаза разбегаются, ребенок все хочет. Это реально очень круто, очень интересно, город света очень классный, просто организаторы молодцы. Мы ежегодно посещаем данное мероприятие, организаторы просто молодцы. Не можем не посетить его. Вот, атмосфера замечательная, мы только недавно пришли, но уверены, что продолжение будет не хуже, чем то, что мы сейчас наблюдаем. Стоит отметить, что участники проекта «Город света» из года в год позиционируют себя как команда, пропагандирующая здоровый образ жизни. Диджей Перец и группа Мира, группы Плюмбум, Госпел Пипл, Актербалайт. Все приглашенные артисты соответствуют заявленной политике. А самый долгожданный гость легенды, рока, солист группы Deep Purple Джолин Тернер выступил в завершении праздника. Финальную песню исполняли все приглашенные в этот день музыканты. Большое мероприятие всегда трудно организовать с точки зрения ответственности. Много людей, много всего нужно вовремя сделать. Но у нас есть уже опыт, и нам очень хорошо помогают власти. Поэтому в целом трудностей много, но мы с ними справляемся. И шоу получается. Нам хотелось бы две вещи. Первое – это держать нашу концепцию здорового образа жизни, продолжать ее держать. Второе – это, конечно, расширять масштабы, расширять сцену, расширять, привозить более великие группы, известные имена и делать классные мероприятия. «Мы вместе» – девиз Республиканской народно-патриотической акции Федерации профсоюзов вот уже третий год остается неизменным. Участниками традиционной акции являются и зрители, и приглашенные артисты. В этом году на сцене выступили 24 исполнителя, среди которых «Нави-бэнд», ансамбль «Белый птах», группа «Экстренное торможение» и другие. Когда мы вместе решаем все проблемы, допустим, если в городе стоит задача социально-экономического развития, то участвуют все. Я хочу сказать большинство благодарностей и руководству Брестского горосполкома, администрации районов, и нашим всем конструктивным общественным объединениям, и особенно ветеранской организации, БРСМ, потому что задача общая – преодолеть какие-то, так сказать, любые, так сказать, проблемы, которые возникают, и позитивные перемены, чтобы были в обществе. Самое главное, наверное, то, что в этот даже год малой родины, мы работаем, конечно же, и на земле, и мы помогаем по благоустройству, посещаем социальные объекты, но и одно из самых важных – это познакомить с теми, что к нам ниоткуда не из-за рубежа, вот они рядом, эти люди, которыми наша страна может по праву гордиться. В ходе акции благодарность была выражена руководителям городских предприятий, организацией ветеранов. Также состоялось награждение трудовых династий железнодорожников и педагогов. Каждая из перечисленных семей немало лет посвятила единому труду. К примеру, общий трудовой стаж династии педагогов в лице семьи Толмачевых составил 178 лет. Осознанно никто не продолжал, получилось совершенно нечаянно. Училась я вообще на инженера, но все сложилось, что пошла работать в колледж приборостроения. Благодаря им я и живу, у меня смысл такой. Если не было детей, не знаю, что было бы. Они меня вдохновляют, вообще все делают для меня. В это же время Академический театр драмы представлял 16-й Берестейский концерт-бал. Непревзойденным вокалом поразили брещан приглашенные гости из Москвы Ирина Ващенко и Роман Улыбин. Сопровождали артистов пианисты Константин Артем и Андрей Шичко. Участниками также стали арт-группа «Белорусы», городской оркестр духовой эстрадной музыки, виртуоз-балалайшник Александр Воронища и шоу-балет «Лайт Микс». Мы являемся, по-моему, в мире, а может быть, в Европе точно вторыми после замечательного фестиваля классической музыки, единственной, которую когда-то начали на родине в Австрии, на родине великого Моцарта в Зальцбурге, которые проходят классическая музыка. Со всего мира приезжают музыканты. Это высочайший уровень, это высочайшая классика. Дарья Нищадим, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.